Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию по окончании встречи России в Болгарии. Команда наша выиграла 2-0. Михаил Галутенов, главный тренер нашей команды. Михаил Михайлович, тут поступили несколько вопросов. Давайте поочередную буду задавать. Паблик молодежной сборной задает такой вопрос. После забитого раннего гола не было ли у вас опасения, что команда может начать играть слишком сомн уверенно? Ну, вообще, я думаю, что любая команда, которая забивает быстрый гол, да, есть такое чувство, начинает уверенности, которое может, особенно у молодых футболистов, перерастись в чувство самоуверенности. Вы правильно заметили, да? Но на той мы и находимся, чтобы это как бы поправить, убирать эти моменты, да, поэтому мы из бровки определенные коррективы старались вносить. И в перерыве обязательно, потому что были необязательные потери мяча в определенной группе игроков, которые могли нить игры эту потерять. Мы этого не хотели делать, и я думаю, что нам это удалось, потому что после перерыва, в принципе, сбалансировано очень качественно отыграли. Тот же паблик интересуется, удалась ли сегодня игра флангами, на ваш взгляд, особенно в атаке? Ну, знаете, как сказать. Безусловно, очень много нюансов, которые требуют улучшения. Но это тренировочная работа. Чем чаще мы будем собираться с ребятами, чем больше будет тренировочная работа, тем взаимодействие будет улучшаться. Ребята сыграли качественно, кто-то более, кто-то менее, но, в принципе, это нормально. Да, для первой игры самое главное, что мы увидели реакцию футболистов. Это была полнейшая самодача, и на пуле не было равнодушных. А в игре за сборной такого, в принципе, быть не может, тем более в нашей команде. Мы очень внимательно за этим следим. Что касается фланговой игры, и Ломовицкий, и Сулейманов, и Лисовой, и Глушенков, те футболисты, которые в этой позиции играли, они тот объем работы определенной выполнили. План на игру, которую мы, в принципе, проговаривали, они сделали, добавили скорости, добавили агрессии. И, в принципе, очень, достаточно неплохо. Но, естественно, как я уже сказал, улучшать очень много и что. Спасибо. Найдем дальше. Евгений Морозов. Спорт день за днем. Поздравляем с победой. Каково это играть после столь долгой паузы, почти в год? Легко ли было настроить игроков на матч? Сильно ли пострадала сыгранность состава? И какие целые эмоции после возвращения? То есть в одном вопросе сразу четыре. Ну, как я уже сказал, что эмоции, безусловно, положительные, потому что футбол вернулся, и матчи сборных вернулись, и для нас это большое подспорье. Как я уже сказал в предыдущем ответе, да, что чем больше будет тренировочных дней, чем взаимодействие будет улучшаться, сыгранность будет улучшаться, взаимодействие будет улучшаться, ребята будут вспоминать определенные требования. Поэтому нам, конечно, пришлось, мы практически в ежедневном режиме проводили индивидуальные теории, командные, групповые определенные, да, чтобы ребята уже в голове своей занимались организацией игры определенной, да, чтобы взаимодействия были вспомнены. Поэтому здесь я очень надеюсь, что мы дальше будем поступательно двигаться. Эйфории нет, я сейчас об этом команде сказал, не должно быть, потому что впереди важнейшая игра с отборной Польши. Также вопрос от Евгения Морозова, спортдень за днем. Быстрый гол, это результат стратегии на матче или с течением стоять? Была ли установка забить в дебюте? Ну, мы проговаривали с командой, что, как правило, такие организационные команды, как Болгария и другие команды, им надо забивать. Потому что чем дальше это будет оттягиваться, тем для них это будет комфортное состояние, и нам будет очень тяжело скрывать их оборону, потому что команда очень дисциплинированная, обученная, очень неприятная. Поэтому, с точки зрения взламывания их позиционной обороны, нам удалось этот мяч забить быстро, мы сказали об этом, я уже повторюсь, да, ребятам, и они, безусловно, молодцы. И заключительный вопрос от Евгения Морозова. Станислав Саланович снова не вызвал ни одного из голкиперов в основную команду. По вашему мнению, готовы ли Сафонов и Максименко выступать за основную команду на текущий момент? Я считаю, что наши воротари, оба, это высококлассные ребята, они на сегодняшний день лучшие, я думаю, одни из лучших в своей позиции в чемпионате. Они доказывают это делом, классом. На сегодняшний день они молодежные сборные, они конкурируют между собой. Для меня они оба лучшие, да, поэтому, но двоих нельзя поставить в ворота, поэтому приходится делать выбор. Станислав Саламыч, мы определенные моменты проговариваем, он обо всех кандидатах в сборную знает, не только о вышеперечисленных ребятах, поэтому внимательно следит. Я думаю, что по приезду опять мы проговорим определенные моменты. Если посчитает нужным национальная сборная, что кто-то из нас достоин, из наших ребят достоин быть там, значит, безусловно, он будет. Для этого мы и работаем, да, чтобы наши молодые футболисты оказались со временем в национальной сборной. Поэтому я считаю, что, безусловно, эти ребята в будущее. Вопрос от Спортэкспресса. Как оцените игру Ивана Игнатьева? С учетом того, что взаимодействия пока немножко не хватает, но Ваня большой объем работы проделал. Ваня был остр в определенных моментах, хорошо цеплялся за мячи, не хватало, возможно, каких-то завершающих действий. Но это, наверное, проблема не самого Ивана, а проблема нашей организации в атаке, да, что нам более слаженно и по взаимодействию наша работа для того, чтобы центрального нападающего вводить на голевые эпизоды. Поэтому мы Иваном довольны, мы его подбодрим, но какие-то нюансы по открываниям, по взаимодействиям по степенному нападению, по взаимодействиям с партнерами, конечно, надо улучшить. И еще один заключительный вопрос на сегодня тоже от издания «Спорт Эспресс». Чем вызвана замена Лисового на Ломовицкого? Характер игры подсказывал, в принципе, мы планировали, что у нас есть два быстрых фланговых атакующих игрока. Лисовой начал в стартовом составе, но были и положительные моменты, были моменты, которые требуют улучшения. Ломовицкий добавил скорости, динамики, в принципе, это нормально. Характер игры подсказывал, что мне лично, как главному тренеру, что там нужно сделать определенные изменения. Поэтому не могу сказать, что и не хочу говорить о том, что Лисовой сыграл как-то не так. Он сыграл хорошо, у него были хорошие положительные моменты, дриблинг, скорость, он сошел в обострение. Были, правда, неоправданные потери, это рабочий процесс. Но очень хорошо, что в нашем распоряжении есть такие футболисты, которые могут дополнять друг друга. На этом все. Спасибо, уважаемые коллеги. Сегодня с вами была сборная России. И Михаил Харуш-Голченов главный тренер нашей команды. Всем спасибо. Всем хорошего вечера.